Дымовая завеса. Кто окутал депутатов ядовитым газом? И кто разгонял активистов под парламентом? Да не судимы будете. Какое правосудие родила Рада после трёх недель скандалов? Пенсионная революция. Свершилась или нет? Сверяем обещания с принятым законом. Насколько он улучшит жизнь нынешних пенсионеров? И чем обернётся для молодых украинцев? Ответить за пролитую кровь. Как продвигается расследование убийств во время революции достоинства? И кто тормозит дело Майдана? Голодные игры с медициной. Когда Минздрав, задолжавший медикам миллиарды, перестанет кормить их завтраками? Добрый вечер. В эфире подробности недели. Которая стала, пожалуй, самой буйной, но при этом одной из самых продуктивных в украинской политике за последние месяцы. Депутаты смогли принять сразу несколько решений, которые откладывали ещё с июня. Сначала судебную реформу, потом пенсионную, а вот потом заговорили о Донбассе. И тут понеслось. Десятки оскорблений, сотни обвинений, дымовая шашка, драки и в зале пленарных заседаний, и на улице перед парламентом. В итоге случилось даже по-настоящему немыслимое для нынешней Верховной Рады. Депутаты смогли принять аж два закона в пятницу. Ещё раз повторю, в пятницу, в день, когда большинство из них традиционно прогуливает работу. Почему же эта пятница стала не только страстной, но и результативной? И как сами народные избранники оценивают вот такую бурную работоспособность? Выясняла моя коллега Екатерина Лысенко. То, над чем коалиция могла пиариться месяцами, растворилась за дымовой завесой. Они спокойно начинали сессионную неделю, перед этим пройдя испытания тысячами правок в судебной реформе. Большинство депутатов как раз и вырешили, что больше эффективно проводить свой час за межами зала. Когда ты приходишь в зал и ты просто понимаешь, что ты на что не впливаешь, будет ли это поправка, не будет ли это поправка. Аж до последнего момента просто поправки, ну, жодна поправка не была врахована. Розгляд и сам закон про так званую судовую реформу, где вносятся изменения до 20 законодавчих актов, та четырех кодексов, это приклад того, как повертаются в жизнь ганебные нормы, ганебного вплива прокуратуры на судовый процесс и полная непрозорость в судовый процесс страны. Мы приняли наидовший законопроект в истории украинского парламента. Дальше, больше, вторник стал ударным днем. Следом за судебной реформой депутаты принялись за пенсионную. Мы готовы работать и без переговора, и в ночи, пока пенсионная реформа не будет принята. Уже к вечеру привычная картинка полупустого зала сменилась на иную. Стройные депутатские ряды заметно, что под куполом спорили и убеждали. Это ответственное решение даст возможность уже в жевтні месяце не меньше 9 миллионов украинских пенсионеров подвищить пенсии, так, как мы ее обещали. Я хотел бы сказать, что именно с этого месяца будет установлена правильная пенсионная система. Будет ликвидовано уривняловка, будет ликвидовано оподоткувание пенсии. Заметно нервничал и спикер, опасаясь нехватки голосов. Через три минуты голосование. Прошу всех за идти в зал. Но уже через три минуты в зале появились другие эмоции, когда на табло засветился результат. Нардепам есть чем гордиться. Минимальную пенсию они подняли на целых 140 гривен. Правда, на заслуженный отдых придется выходить позже. Если у тебя, например, 1 сентября 2018 года 60 лет, а стажа только 23, то ты будешь два года до 62 лет отримать от государства. Это за счет государственного бюджета, но не за счет пенсионного фонда. У нас, фактически, на одного працюющего есть один пенсионер. Поэтому, как бы мы не пытались наполнить пенсионный фонд, его можно наполнить только за счет, або уменьшение количества пенсионеров, то есть, уменьшение пенсионного века, або уменьшение податков. Вот и все. Две фракции «Батьковщина» и «Опозиционный блок» пенсионной реформы намерены оспаривать. И параллельно готовятся идти в Конституционный суд. Это называется увеличением страхового стажа, но в действительности это увеличение пенсионного века. Это избавление целого ряда категорій наших граждан на пенсию вообще. Мы считаем, что это не реформа. З следующего года на 10 лет будет подняться страховый стаж, и каждый год он будет подниматься еще на год. Другой, коэффициент нарахования пенсии уменьшен из 1,35 до 1. Третья, конечно, это те люди, которые имеют пыльговый выход на пенсию. Это достаточно большой спектр людей по списку 1, по списку 2. Это, начиная от освятян, заканчивая медиков. Они будут избавлены этого права. Но и даже о пенсионной реформе не было у депутатов времени поспорить. Ведь в Раде, как неотложный, появился законопроект о реинтеграции Донбасса и документ, который продлевает особый статус отдельных территорий. Вот тут трибуну зашатало. Я обратюсь к коллег самопомощи. Я в Минску не боюсь боевиков. Вас я тем больше не боюсь. На место сели. Самопомощь, Байсковщина и Свободовцы в них взяли трибуну в осаду. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Коллеги, я прошу запомнить Беликурзан. Запомните. Я оголошу перерыв за правом головы и прошу ходить в практике прийти до меня в кабинет. В смене настроения и галстуки к законам вернулись сегодня утром. После ночи торгов трибуну оккупировали уже нардепы из БПП. Народный фронт одной рукой за, другой против. В итоге пункт о Минских соглашениях из документа исчез. На вимогу Народного фронта и законопроекта было выложено все поселения на Минские договоренности. Без наших голосов этот законопроект не пройдет. Хочу наголосить. Это тот закон, который предупреждает признание Россию агрессором равным законам. Краина-агрессор, которая признана нашим законодательством, никогда не может принимать участие в любых миротворческих заходах. Коллеги, успокойтесь, сядьте на место. В зале было уже неспокойно. У трибуны толкались, а в туалете дымило. А потом клубы дыма разошлись по всему парламенту. Шашку зажгли прямо в сессионном зале. По голове получился Менченко, а признался во всем Левченко. Я бы цей парламент спалил, чтобы он не делал то, что он делает. Те антиконституционные вещи, чтобы вы не порушили присягу, чтобы вы все не знушались над украинским народом. Поэтому так, я эту шашку запалил и запалю еще много раз. Но в итоге два законопроекта, принятые нардепы, продлили особый статус для Донбасса и поддержали закон о реинтеграции России, признанной агрессором. А то называется самообороной, ответственной за все объединенный штаб. Это дало нам возможность, соответственно, до 51 статьи, статута Организации Объединенных Наций, вказать всему свете, и России в том числе, что мы самообороняемся. Это означает, что нам можно доручать оружие, что до нас можно заводить эту мирную миссию. Что толку, что десятый раз назвали Россию агрессором? Что это повернение территории людей? Абсолютно пуста декларация, которая не дает механизму повернение людей. И мы считаем, что и тому мы за это не голосовали. Это втилление политических амбиций, радикальных партий, всех, всего о том, которые про этот закон спорили. Но это не имеет никакого спорта с тем, чтобы восстановить территориальную целостность. Там нет механизма. Правда, закон о реинтеграции принят в первом чтении, до второго его будут менять, подбирать формулировки и акценты. Но ради этого документа депутаты в пятницу пришли в сессионный зал, чего в Раде годами не наблюдалось. И ко второму чтению, мобилизации будет не меньше. И судя по настроениям, шашек тоже. Екатерина Лысенко, Анна Каменева, Вадим Ревун. Подробности недели. Телеканал Интер. Ну а теперь давайте подробно разберемся, за что же на этой неделе проголосовали депутаты. Начнем, пусть не с самого буйного, но с самого важного, если посмотреть глазами большинства украинцев. С пенсионной реформы. Все-таки именно это решение затрагивает интересы наибольшего количества наших граждан. За пенсионной реформой стоит еще один субъект, Международный валютный фонд, который называл ее ключевым условием для получения Украины нового транша. Напомню, что за три года наша страна уже получила от фонда четыре кредита. Пять миллиардов долларов весной 2015 года. Еще миллиард семьсот миллионов летом того же года. И по миллиарду осенью 2016 и весной 2017. С помощью именно этих денег Украине и удалось остановить падение гривни и стабилизировать финансовую систему. Собственно, ради этих целей, как утверждают нацбанки и Кабмине, очередной транш нужен и сейчас. А вот будет ли он уже осенью этого года? Или принятая пенсионная реформа еще может и не устроить МВФ? Это вопросы для наших экспертов. Тарас Казак и Тарас Загородний сейчас на связи со студией подробностей недели. Друзья, я вас приветствую и благодарю, что присоединились. Первый вопрос Тарасу Казаку. Тарас, скажите, пожалуйста, ваш прогноз. Оценят ли позитивно в МВФ принятую Украиной пенсионную реформу? Если да, то когда Украина может получить очередной транш от фонда? И как эти деньги могут быть израсходованы? Прошу. Еще весною наш уряд и наша влада святилась оптимизмом, что до конца 2017 года мы получим целых три транши от МВФ. С часом, час всплывается, пока что жодного траншу нет, потому что те требования, которые выисовывал МВФ, мы не выполняем. С другой стороны, МВФ тоже идет на встречу, он снял певные требования, например, вольный обеих земли, знятение мораториев. Цієї требования в 2017 году уже нет. Но пенсионная реформа была такой требования, от которой МВФ не могла. Она пошла очень непросто. Первый урядовый законопроект не был исполнен МВФ, была долгая затримка. Нарешті, все-таки, когда его поддерживали МВФ, его внесли в Верховную Раду. И в первом читании его поддерживала Верховная Рада. Но после этого понад 2 тысячи правок наши народные депутаты запропонировали. И большая часть этих правок не была поддерживана Международным валютным фондом. Мы видели даже лист Международного валютного фонда, мы видели лист Святого банка, который сказал, что занадто правки спотворяют этот законопроект. Но, наконец-то, часть этих правок все-таки народные депутаты ухвалили. И, наверное, последний момент Международный валютный фонд и Святой банк сказали, что так, нас влаштовывает эта редакция, которая ухвалена депутатами в другом читании. И поэтому я сподіваюсь, что пенсионная реформа, это самый большой камень для МВФ, влаштует. Еще два момента, которые Международный валютный фонд вимагал, буквально месяц тому, это борьба с коррупцией, посиление борьбы с коррупцией. Тут тоже надо признать, что есть определенные изменения. Недавняя изменена позиции президента, который еще 2 недели назад рассказал, что антикоррупционные суды бывают только в Кении или в Угандии, и он не готов их запроводить в Украине. Остальные слова нашего президента про то, что так, он будет требовать от нашего парламента створить этот антикоррупционный суд. И наступное, это приватизация. Приватизация тоже начала рухаться. За последний месяц мы продали 5 энергокомпаній, приблизно на 3 миллиарда гривен, не такая большая сумма, но хоть что-то, потому что последние годы этой приватизации не было. Поэтому я вважаю, что этих кроков, в принципе, достаточно, чтобы с оптимизмом сейчас дивиться на тот транш, который мы получаем. А на что он пойдет? Он пойдет, справедливо, на поддержку гривен, потому что вся сумма, которую выдаёт нам Международный валютный фонд, она не может быть вытачена ни на пенсии, ни на поднятие стандартов, ни на учителев, ни на лекарев. Выключено в золото валютные резервы Национального банка для поддержки процесовой стабильности нашей гривени. Понятно, спасибо, Тарас. Вы так подробно описали титанические просто усилия Украины для получения очередного транша, что у меня родился вопрос, но задам я его уже Тарасу Загородневу. Тарас, вот как вы оцениваете вот все, что только что, о чем говорил ваш коллега, те решения, которые украинским политикам приходится принимать вот под таким давлением западных кредиторов? Вот деньги Запада, они действительно стоят таких жертв и ограничений, на которые нам приходится идти? В действительности, деньги МВФ нам не очень нужны сейчас, потому что экономика у нас достаточно пожертвовалась, и говорить о том, что нам нужно брать дополнительные деньги, я не вижу причин. Но деньги все равно нам будут намагаться дать, потому что МВФ – это бюрократическая структура, которая фактически зарабатывает деньги на выдачу кредитов другим странам. И хочу отметить, что в действительности, что было перелечено до этого, это, дай Боже, 20% вимог, которые высылал МВФ еще 2-3 года назад. Это был антикоррупционный суд, и приватизация, и так далее. Но в действительности, украинская влада не выполняла этих вимог, а транши продолжили не надаваться, потому что это вигідно в первую очередь МВФ. Единым чинником, который может сейчас заводить на данную чергового траншу, в зависимости от так называемой пенсионной реформы, хотя это не есть пенсионная реформа, а фактически штучное снижение количества пенсионеров, как бы ни говорили, это цинительно делает МВФ, потому что им потребуется меньше людей, которые будут претендувать на их деньги, потому что мы их должны повернуть. Единой неформальной вимогой может быть, и что может гальмовать, это сейчас присутствием легитимного главы Национального банка, который, как известно, у нас никак не может пойти в отставку, и не может быть признан главой Национального банка, потому что МВФ всегда требует, что нужен легитимный уряд, он у нас есть, и должен быть легитимный главой Национального банка, то есть подтвержденный в парламент, потому что Гондарева заявила уже полгода тому, про свою отставку, как не может пойти. Поэтому в данном случае это единственная перешкода, но деньги, я думаю, будут давать, потому что МВФ выгодно, они на этом заработают. Понятно, ну что ж, время покажет, время и деньги, возможно, позволит от МВФ нам пересчитать. Спасибо, Тарас Казак и Тарас Загородний отвечали на мои вопросы. Ну, а я приведу еще несколько цифр. Просто для того, чтобы лучше понимать, на каком фоне пенсионную реформу и правительство разрабатывало, и депутаты сейчас принимали. Министерство финансов на этой неделе отчиталось, что госдолг Украины в начале осени опять вырос до 76,5 миллиардов долларов. Это почти 2 триллиона гривен. При этом в ближайшие 5 лет Украине предстоят пиковые выплаты по займам. В целом придется отдать почти 29 миллиардов долларов. Ну, так что, похоже, в этих условиях требования МВФ будем выполнять еще очень долго и очень-очень внимательно. А вот как при этом политики и Кабмин будут лавировать, чтобы и фонд удовлетворить, и рейтинг не раз терять окончательно, хорошо показывают детали как раз пенсионной реформы. Эти детали в нашей справке. Обыграть всех, и своих, и чужих. Депутаты дали старт пенсионной реформе, а вместе с ней шквалу споров. Ведь в документе слишком много подводных камней. Момент первый – игра с возрастом. МВФ требовал его поднять, что непременно ударило бы по рейтингу украинских политиков. И правительство нашло выход. Пенсионный возраст формально остался прежним. Вот только идти на пенсию украинцы будут позже. Ведь вместо него существенно увеличили минимальный страховой стаж. Сейчас это 15 лет. Но с нового года будет 25. А до 2028 уже 35. Нет стажа – работай дальше. До 65 лет. Или покупай. Один год – 17 тысяч гривен. При этом купить можно только два года. А если нет ни стажа, ни денег, ни сил работать дольше, тогда вместо пенсии будет социальная помощь. Момент второй – игра со стажем. У многих их трудовые годы окажутся напрасно прожитым временем. Особенно для 40-летних. К примеру, в 90-е многие работали неофициально. А значит, по новой пенсионной реформе, считай, и не работали. Предпринимателям-упрощенцам засчитают стаж только с июля 2000-го. Годы обучения в ВУЗе до 2004-го – тоже мимо стажа. Декретный отпуск до 2004-го – также не в счет. Почему правительство и депутаты выбрали именно такие временные отрезки – непонятно. Но МВФ был против, чтобы студенческие годы засчитывать в стаж. Вот и получился компромисс. Кому-то засчитали, а кому-то нет. Третий момент – игры с досрочным выходом на пенсию. Чернобыльцы, учителя, медики, шахтеры, химики такую льготу теряют. Но при этом депутаты проявили удивительную внимательность. И в новом законе об образовании льготный стаж для педагогов оставили. Досрочно выйти на пенсию смогут лишь военные и правоохранители. Все остальные только при наличии 40 лет непрерывного трудового стажа. И только через 10 лет. При этом в реформе сохранили социальное неравенство. Прописали дополнительное пенсионное обеспечение для топ-менеджеров госкомпаний и работников прокуратуры. И четвертый момент – игры с размером пенсии. Уже в октябре пенсионеры получат больше. Повышение – от 100 гривен до 1000. При этом большинство получит все же минимум. Пресловутое осовременивание тоже неоднозначно. В формулу расчета пенсии заложен коэффициент страхового стажа, а его существенно снизили на треть процента. А это значит, что люди, которые выйдут на пенсию с нового года, получат выплаты на 20 процентов ниже, чем пенсионеры нынешние. Индексация, против которой выступает МВФ, тоже вроде как обещана, но вроде как и нет. Ближайшие три года она не будет автоматической, а только по решению парламента. Как только реформа заработает, начнется новая игра, в которой каждый украинец должен установить свои правила и заботиться о старости сам. Ведь игре по правилам государства выиграть пока невозможно. Напомню, что все эти жесткие правила приняты для того, чтобы хоть как-то сократить дефицит пенсионного фонда, который сегодня достигает почти 150 миллиардов гривен. Впрочем, только таких решений, наверное, все равно не хватит. Придется запускать еще и накопительную систему пенсионного обеспечения. По закону она должна заработать с 2019 года. Вдобавок к существующей сейчас солидарной системе, когда пенсии выплачиваются только за счет поступлений от работающих украинцев. Ну а теперь о приятном. Пенсионная реформа явно не собрала бы голоса в Верховной Раде, если бы в проекте было бы всего лишь изменение порядка выхода на пенсию. Поэтому Кабмин включил в него еще и нормы, которые позволяют уже в этом месяце поднять пенсии миллионам украинцев. Пока политики по-разному оценивают, сколько наших граждан уже в октябре должны получить прибавку к пенсии. Одни говорят о 5 миллионах человек, другие о 8 миллионах. Премьер Владимир Гройсман заявляет, что новые пенсии получат не меньше 9 миллионов украинцев. Нова пенсийная система уже в жовтні забезпечить возможность подвищения пенсий для 9 и даже больше миллионам украинских пенсионеров. Первое, до чего я бы хотел обратить внимание, что мы увеличили минимальную пенсию в стране уже с 1 жовтня 2017 года. Если до 1 жовтня такая пенсия была 1312 грн, то с 1 жовтня такая пенсия минимальная в стране будет дорівнювать 1452 грн. Мы изменили саму базу нарахувания пенсии. Еще до 1 жовтня она была 1190 грн. Сейчас с 1 жовтня база нарахувания будет дорівнювать 3764 грн. На самом деле до 200 грн. получат в Украине не меньше 1 миллиона 308 тысяч украинских пенсионеров. От 200 до 500 грн. щомесячно 1 млн 208 грн. От 500 до 1000 грн. майже 2 млн. украинских пенсионеров. И более 1000 грн. увеличения получат более 1 млн 100 тысяч украинских пенсионеров. Но самое главное это, что эта система уже автоматически будет работать над постоянным увеличением пенсии. Больше не будут политики впливать на то, какой будет размер пенсии. Никакими штучными коэффициентами, ничем другим. Есть процент инфляции, есть процент увеличения средней зарплаты в Украине. Одразу, каждый рік автоматично все это будет перераховано. И это системный початок подвищения пенсий для украинских громадян. А вот успеют ли сделать все необходимые перерасчеты? И есть ли вообще в пенсионном фонде деньги для того, чтобы провести эти новые выплаты? Это темы для разговора с главой пенсионного фонда Украины Алексеем Зарудным. Здравствуйте, Алексей. Спасибо, что присоединились. Скажите, первый вопрос такой. Сколько миллиардов гривен нужно потратить хотя бы в октябре месяце, для того, чтобы выплатить всем обещанные повышенные выплаты? И есть ли эти деньги в пенсионном фонде на сегодняшний день? Ну, в жевне этого года додатково, чтобы провести сучасные пенсии, нужно понад 5 миллиардов гривен. А в пенсионном фонде с начала года сформован додатковый ресурс, понад 26 миллиардов гривен. Это, в частности, за счет додатковых находов от увеличения минимального размера заработной платы, от детонизации заработной платы. Таким образом, полностью у нас есть ресурс для того, чтобы забезпечить в этом году. Вы можете пенсионеров успокоить, что деньги они получат? Хорошо. А если быть точным, все-таки приведите официальные данные. Вот говорят, 5 миллионов получат повышенные пенсии, 8, премьер вообще обещает 9. Точная цифра какая все-таки? Разом будут сделаны перерахунки 9,7 миллиона пенсионеров. Из них, под сучасное, подпадает майже 6 миллионов пенсионеров. Решта, это будет увеличение в связи с растением прожиткового минимума. Хорошо. В нашей стране, вы мне не дадите ошибиться, по-моему, чуть более 12 миллионов пенсионеров. Если 6, ну даже если, так как говорит Владимир Гройсман, 9,7 миллионов, остается около 3 миллионов людей, которым пенсию не повысили. Каковы их шансы на улучшение жизни? Они когда-то вспомнили? Ну, я поясню, по-перше, у нас 10 миллионов людей отримуют пенсию по закону про пенсийное страхование, тобто за обычным законом. Тобто, майже все они отримуют перерахунок. Иншим, это люди, которые отримуют пенсию по так званим специальным законам и военнослужбовцы. По военнослужбовцам сейчас готовится соответствующий законопроект, чтобы еще этот год он был внесен в парламент. И также было проведено сучаснение, принято решение про сучаснение этих пенсий. А другие пенсии, это спецзаконы, которые и так были высокими, это депутаты, прокуроры. Они перерахунки не подлигают. Этим можете не повышать, честно, скажу, от имени всех украинцев. Хорошо, практический вопрос. Что делать тем пенсионерам, октябрьские же выплаты уже начались, до 10-го же выплачивают, тем, кто уже получил, но еще без прибавки, о них не забудут? Нет. Значит, как только закон наберет чинности, буквально за дубу будут надрукованы додатковые видимости выплатные, которые переданы на почту и в банки, и пенсионеры, которые уже с 4-го числа до наберения чинности законом встыгло отримать в старом размере, они отримают доплату. Пенсионеры, которые дату выплату имеют после наберения чинности закона, они сразу отримают и пенсию вместе с доплатой. Хорошо. О какой минимальной пенсии мы теперь можем говорить, ну, уже через месяц после вот этой первой большой волны выплат? Какая будет средняя пенсия по стране? Значит, минимальная пенсия будет 1452 гривны против 1312 зараз. Середняя пенсия увеличится десь майже на 700 гривен и будет становиться понад 2,5 тысячи гривен против 1890 гривен зараз. В целом, закон, пенсионную реформу, вы как оцениваете? Дыру вот эту почти 150 миллиардов, это позволит закрыть в пенсионном фонде или нет? Ну, реформа безумовно мы оцениваем позитивна. И, в частности, потому что с пенсионного фонда занимаются так называемые невластивые выдатки. То есть, пенсионный фонд будет вытрачать деньги лишь на пенсионные выплаты, связанные с страховым стажем. Это развантажит поступово пенсионный фонд и даст смогу уменьшить его дефицит. Но первые годы все, что будет улучшение дополнительных надходов, они будут спрямоваться на повышение пенсии и обеспечение их выплаты по-дальше. Когда ждать первого повышения пенсии после вот этой волны повышения октябрьской? Значит, предпочено, что в 2019 году запрацуют механизмы индексации пенсий. Ох, ну скоро. И пенсионеры смогут отримать эти подвышения. Но, фактически, мы сейчас с участвуем пенсии уже в конце 2017 года. В 2018 году новые пенсии будут предназначаться уже с увеличенной средней заработной платы. То есть, те, кто держит пенсии в 2018 году, они также фактически будут увеличены. С 2019 года запрацует механизм автоматической индексации и увеличения пенсии. Спасибо. Алексей Зарудный, глава Пенсионного фонда Украины, был гостем подробностей недели. Говорили с ним о том, сколько украинцев станут жить лучше и насколько они станут жить лучше. Тема эта, конечно, безусловно, очень болезненная для Украины, ведь 60% наших граждан живут за чертой бедности. Это по официальной оценке ООН. Если говорить конкретно об украинских пенсионерах, то бедными официально признаны около 80%. Эти данные полезно держать в уме, читая новости об отказе целых городов в нашей стране от горячей воды и других централизованных коммунальных услуг. Вот, например, в Горсовете Одессы на этой неделе отличились. Мол, существующие системы снабжения людей проектировались 50 лет назад, в эпоху дешевых энергоресурсов. А сейчас все подорожало, и централизованно поставлять горячую воду уже невыгодно. Но правда ли это? И что делать обычным людям, которые часто в еде себе отказывают, чтобы жить все-таки цивилизованно, с горячей водой и теплом? Продолжить тему Павлина Василенко. Это состояние наших сегодняшних тепловых сетей. Эта труба служила с 1964 года. А детские трубы, как и коммуникации всех украинских городов, дряхлые долгожители, отработали вдвое больше нормы. Ржавые, дырявые. Их все лето латают, чтобы зимой были отопление и горячая вода. Горячей воды-то летом не бывало. По три месяца, а то и по четыре. Нет выхода. Если бы она шла круглый год, как положено, и нормальная шла, температура была бы, то, наверное, люди бы не стали болеры. Проще было водой пользовать. В Одессе посчитали. Из дырявых труб вытекают миллионы. И решили отказаться от централизованной подачи горячей воды. Прикручивать кран планируют плавно, до 21-го года. Пока, уверяют, горячая вода будет по плану. А потом у всех должны появиться бойлеры. У кого за свои деньги, у кого за казенные. Для социально незащищенных слоев населения городскими структурами будет выделяться финансирование. Будут установлены автономные электрические бойлера. Что такое тотальная бойлеризация, уже давно знают в Черновцах. Горячей воды в городе нет уже несколько десятилетий. Выбора у горожан тоже нет. Не хочешь закаляться, ставь или колонку, или бойлер. Сама вода, можно сказать, что не роскошь. А вот горячая вода, чтобы ее перегреть, а это уже роскошь. Количество городов на автономке. Без централизованного горячего водоснабжения с каждым годом растет. И дальше больше. Люди начали переходить и на автономное отопление. Закарпатье. Первая область, которая полностью отказалась от горячей воды и отопления. А в прошлом году и вовсе произошел парад коммунальных автономий. Трусковец, Никополь, Марганец и Покров. Автономизируется не только в глубинке. Вот Бородянка, городок за 50 километров от Киева. Несмотря на близость от столицы, горячая вода здесь исчезла еще в конце 90-х. Теперь половина домов с газовыми котлами. По закону отказаться от центрального отопления может каждый, написав заявление. Но разрешение на отключение квартиры и переход на автономку должна дать местная власть. Очень часто, что от окремления ставят перед фактом, что он отключился, без дозвольных документов, без ничего. Сказал, что я не могу платить и отключился. Если мы видим, что дом уже 90% отключился от центрального отопления, то мы уже с людьми как-то работаем, проводим сборы, чтобы все-таки этот дом уже отключить от него и чтобы он перешел на самостоятельное отопление. Установка автономного газового отопления удовольствие недешевое. Примерно 40 тысяч гривен. Александр свою двухкомнатную квартиру на газ перевел 10 лет назад. Тогда и цены были ниже, и разрешение давали легче. Теперь в его доме устанавливать газовые котлы не разрешают. Труба не выдержит. Люди переходят на электроотопление. Дешевше заработать в розетку, скажем так. Поставить конвектор, або тепловые панели, они заработают нормальные цены, адекватные. Вся система еще с советских времен заточена на централизованную подачу тепла и горячей воды. Приверженцы автономизации кивают на Европу. Мол, там все индивидуально. Но так ли это? Это Германия. Здесь преимущественно стоят мини-котельные. На дом несколько домов или район. Болеры. Раньше они были во времена ГДР. Во многих панельных домах был газ, и при помощи болера люди грели воду. Я сам вырос в такой квартире. Сейчас такого уже нет. Выгоднее и безопаснее подавать горячую воду централизованно. Большинство немцев квартиры не покупают, а снимают. Стоимость горячей воды и отопления уже включена в арендную плату. В среднем это 120 евро. Устанавливать в квартирах автономные системы чаще всего запрещено контрактом. Отказаться от теплой аренды нельзя. Должников, если не платят, выселяют из квартиры. Иногда бывает, что летом, когда проводятся профилактические или ремонтные работы, несколько недель вода не такая горячая. Но тогда всех жильцов заранее предупреждают и предлагают снизить плату. Но чтобы воды не было несколько недель, это невозможно. Именно некачественные коммунальные услуги за солидные деньги – главная причина массовой автономизации в Украине. Но это может обернуться упадком всей системы. Возникает ситуация, которая уже давно, до речи, в некоторых регионах Украины в зиму, когда в упаленный период не хватает тиска в газовой системе, и весной, и в зиму, и в зиму будет проблема, что просто не будет ставать электроэнергию. Не можно там анархичные решения принимать без очень жесткой экспертизы государственной. Потому что если что-то в Никополитрапеце, который на металлобрук сдал свою тепломережу, або в Марганце, або в других местах, покажите техническую и экономическую экспертизу. Покажите, кто вам поставил вердикт, что это можно делать. Потому что если у вас будет катастрофа, авария, то государство вас будет спасать. Модернизировать внешнедомовые и внутридомовые сети – это миллиарды долларов и десятилетия работы. Поэтому выгоднее просто отключиться от услуги. И государство пока пускает ситуацию на самотек, перекладывая ответственность на местную власть и людей. Павлина Василенко, Андрей Анастасов, Ольга Паломарюк, Татьяна Лагунова, Вячеслав Фролов. Подробности недели. Телеканал Интер. Вы смотрите подробности недели с Алексеем Лихманом. И вот какие темы мы обсудим с вами далее. Да не судимы будете. Какое правосудие родила Рада после трех недель скандалов? Ответить за пролитую кровь. Как продвигается расследование убийств во время революции достоинства. И кто тормозит дело Майдана. Голодные игры с медициной. Когда Минздрав, задолжавший медикам миллиарды, перестанет кормить их завтраками. Еще одна реформа, которую на этой неделе депутаты таки добили, в хорошем смысле этого слова, судебная. Рекордно большой законопроект, почти на 800 страниц. И с более чем четырьмя тысячами поправок все-таки удалось проголосовать. Теперь в Украине должен заработать Верховный суд. Да и вообще перемен будет столько, что сложно определить. О какой из них стоит говорить в первую очередь. Главное новшество в нашей короткой справке. Рекордные почти четыре тысячи поправок. Две недели споров и консультации. 3 октября депутаты приняли судебную реформу. Целый ряд законов, которые вносят существенные коррективы во всю судебную жизнь. А именно, нардепы в пакете приняли изменения сразу три кодекса. Хозяйственный, гражданский и административный. Ликвидировали высшие специализированные суды. Теперь единой кассационной инстанцией становится Верховный суд. В законе прописана и его перезагрузка. Именно сейчас активно идет отбор претендентов. Через конкурс на подпись президенту. Предусмотрено и создание новых судов. Высшего антикоррупционного суда и по вопросам интеллектуальной собственности. Но самой революционной нормой будет так называемый электронный суд. Это значит, что теперь все суды и участники процессов смогут обмениваться информацией в единой электронной системе. Будет полный доступ ко всем стадиям рассмотрения дела. Кроме того, появится возможность дистанционного участия в заседании с помощью видеосвязи. Еще одна новация – введение адвокатской монополии. Норма, согласно которой представительство интересов в судах осуществляет исключительно адвокат, а не просто юрист. Но есть при форме и довольно спорные нормы. Во-первых, депутаты ввели госмонополию на экспертизу. Теперь стороны в уголовном процессе смогут заявлять только те экспертизы, которые провели в государственных специализированных учреждениях. А это и дополнительное время, и удар по принципу состязательности сторон. Другой спорный момент – это так называемые поправки Лозового. Об уменьшении сроков расследования уголовных производств. Еще один неоднозначный пункт – это так называемый залог. Для начала процесса истец должен будет заплатить, внести деньги на депозит суда, чтобы компенсировать ответчику расходы на адвоката в случае его выигрыша. Любопытно, что даже сами депутаты до сих пор не знают, в каком именно виде будут внесены в итоговый текст закона ключевые поправки. Ну вот, например, та самая поправка Лозового, которая сокращает сроки досудебного расследования. Со ссылкой на фронтовика Леонида Емца СМИ распространили новость, мол, эту поправку уже успели подкорректировать перед тем, как передавать законопроект на подпись президенту. И сроки там совсем другие, не такие уж и сокращенные. Важнейшая оправка – это три месяца на рассмотрение дел средней тяжести и шесть месяцев на рассмотрение тяжких и особо тяжких дел. Потому что у нас десятки тысяч людей сидят по СИЗО без приховоров и конца края этому не видно. Сейчас мы узнали, что перед подписанием фальсифицируются вот эти изменения, которые были приняты украинским парламентом. И мы требуем это остановить. Но и это еще не все. Следующая битва за антикоррупционный суд. На этой неделе президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности внести в Верховную Раду соответствующий законопроект. Таким образом завершилась многомесячная дискуссия о том, а нужна ли вообще Украине отдельная вертикаль антикоррупционных судов. Напомню, локомотивом создания этой отдельной судебной инстанции выступают западные кредиторы Украины и международные организации. Представители США и Евросоюза уже не раз призывали создать антикоррупционный суд, а МВФ даже включал этот пункт в список условий для получения новых траншей. Впрочем, украинские официальные лица сомневаются, что этот суд можно создать быстро и говорят о двух параллельных процессах. О создании специализированной судебной палаты в Верховном суде и об отборе судей и определении правил для нового отдельного суда. Кстати, в проекте госбюджета на следующий год деньги на антикоррупционный суд уже предусмотрены. Кошти на финансирование антикоррупционного суду в проекте бюджета на 2018 рік уже предусмотрены. Поверьте, это тоже не случайно. Нам действительно всем нужно, чтобы все суды в Украине были антикоррупционными. Все вы исключены. Для этого мы с вами делаем реформу. Но должна быть создана отдельная судебная антикоррупционная вертикаль. В составе отдельного антикоррупционного суда, касационной инстанции антикоррупционной палаты в Верховном суде Украины, и как выяснить Верховная Рада представительством антикоррупционного суда на местах. Чтобы из Северодонецка или из Закарпаття люди не были вимушены к одними антикоррупционной институции. Розроблено сейчас уже несколько законопроектов. Они недоскональны. Певною мировой то пиар-проекты, певных политических сил, потому что ключевое слово, только слово антикоррупционный суд. Конечно, все за. Но дьявол в деталях. И поэтому надзвичайно важно сейчас выбрать голосы под них в Верховной Раде. Под такие законопроекты пока что это не возможно. И поэтому я хочу обратиться к парламенту с предложением негайно создать рабочую группу, что-то в комитете справовой политики, что-то при голове Верховной Рады, что-то мифракционную группу. Это компетенция парламента. Ну а если говорить о судах существующих, то реформы туда еще пока, мягко говоря, не дошли. Это хорошо видно на примере судов над беркутовцами, которые на Майдане стали убийцами. Вот казалось бы, это принципиальный для государства процесс. И установить истину в делах, связанных с Майданом, критически важно для всех политиков, после Майдана пришедших к власти. Но суды продолжаются до сих пор, а приговоры все еще не вынесены. Почему, выясняла Инна Томина. Кто свершика поклав? К памятным табличкам героев Небесной Сотни вдова Тамара приходит часто. Горько вздыхает возле разгромленной стелы и идет дальше к фотографии мужа. Иногда Тамара заходит в часовенку, говорит, здесь чувствует себя спокойно, хоть и хорошо помнит те страшные февральские дни. На Майдан они с мужем Виктором ходили вместе. Не могли оставаться дома после убийства Сергея Нигаяна. Он ремонтировал машинку, двигатель поломался. А я весь час смотрела телевизор, жахи смотрела. И я говорю, Витя, подисти, люди убиваются, а мы дома сидим. Тогда на Майдан Виктор поехал сам. Жене не разрешил. В 22.37 он зателефонировал. Я говорю, Витя, где ты? Со мной все хорошо. Здесь очень шумно. Телефон отключился. После этого уже под утро был звонок из морга. Шок и опознание. Потом поиск свидетелей. Для сотни семей эти страшные дни стали общим горем. В выпуске нового вышел ролик, где было 2 секунды, на которых отец выносит уже пораненного с Майдана. Я сделал скриншоты и начал шукать в социальных мережах, кто, возможно, видел, как это произошло. У Владимира Бондарчука на Майдане погиб отец Сергей. И Владимир начал сам, как пазл, собирать хронологию событий в тот трагический день. Фактически, вести собственное расследование. Куля, на жаль, вышла на вылет. И это не даёт возможности напрямую установить, с чьей оружием действовал пострел. Кто стрелял в майдановцев и когда будут наказаны виновные? Ответов на эти вопросы украинцы ждут уже вот три года. Большое дело Майдана – это тысячи томов, в которых собраны все эпизоды. От ноябрьского избиения студентов до февральского кровавого расстрела. Сейчас под стражей пять бывших беркутовцев. Правда, большинство силовиков сбежали в анонсированный Крым или Россию. Тех, кого успели задержать, обвиняют в убийстве 39 майдановцев. Считается, что именно по этому делу о расстрелах 20 февраля следствие продвинулось больше всего. Координаторов Веркута тоже судят. Двое бывших милицейских начальников сейчас под домашним арестом. Но все это касается только некоторых исполнителей. Когда же дело дойдет до заказчиков и организаторов расстрела? ГПУ говорят, сигнал стрелять по Майдану давали лично беглый экс-президент Янукович, бывшие глава МВД Захарченко и руководитель СБУ Якименко. Сегодня следствие завершено почти по всем обвиняемым. Наступает фаза судебных процессов. Мы уже передали в суд и 5 жовтня в суде, в столице, будет первое заседание по справе, что до виновных в расстреле на Майдане. Это то, чего ждало общество все эти годы. За этот год много дел передали в суд, говорят адвокаты. Но претензии к следствию все равно есть. В первую очередь, на сегодняшний день мы видим главную проблему это затягивание расследований судами. По-друге, это все-таки недостатняя организация следствия в Генеральной прокуратуре. На нашу думку, подраздел, который фактически тягнет на себя основную работу по расследованию. До этого подраздела постоянные претензии по работе, но меньше поддержки в виде технического и финансового обеспечения. Родственники Героев Небесной Сотни объясняют, почему для качественного расследования необходимо дорогое оборудование. Они уже два года добиваются покупки специального микроскопа для баллистической экспертизы. Святошинский районный суд постановил провести повторную баллистическую экспертизу, потому что мы уже имеем результаты одни ее экспертизы, но уровень обладания, на котором он проводился, он не задовольняет современных требований. Фактически можно поставить, будет под сумнів, результаты этой экспертизы, например, в Европейском суде. Чтобы дела Майдана наконец попали в суд, понадобилось три года. А вот сколько времени должно пройти, чтобы огласили первый приговор? Инна Томина, Богдан Савруцкий, Иван Матриченко. Подробности недели, телеканал Интер. Есть новости от Анатолия Матиоса, главного военного прокурора Украины. Сегодня на брифинге в Киеве он отчитался о том, что имущество Януковича и его соратников наконец-то перейдет к нацагентству по управлению активами, полученными преступным путем. Во-первых, речь идет о Межигорье. Сейчас этот дворцовый комплекс Януковича используется как выставочный центр, концертная площадка и парк для прогулок, которым управляют и на котором зарабатывают, в общем-то, случайные люди, неуполномоченные государством. Второе – это имущество экс-главы Минздоха Клименко. По словам Матиоса, следствие наложило арест на 154 объекта недвижимости, 22 транспортных средства, 1000 железнодорожных вагонов. Еще и активы за рубежом и в Украине почти на 25 миллионов долларов. Все это тоже отходит нацагентству по управлению активами. 154 объекта недвижимости сдавались в аренду с минимальной вартостью аренды квартир, это 77-летних квартир, от 1,5 до 2 тысяч долларов. На полвагона тысяч вагонов приносили Клименко помесячно, от 500 до 600 тысяч долларов щом месяц. Відповідно, это 6-7 миллионов долларов по году. Целесный майновый комплекс, база месливства и спортивно-любительской ловли рыбы. Где Клименко отримал медведев и тигрів, так само передается до управления национального агентства. Каталонские банки тоже оказались сепаратистами, но отделяются они как раз от Каталонии, чтобы остаться в Испании. Один из крупнейших каталонских банков Сабадель переносит свой центральный офис в Аликанте. Об этом стало известно накануне, после экстренного заседания правления банка. А в другом большом каталонском банке, Кайша, банк как раз сегодня должны решить, стоит ли переезжать. Причем власти в Мадриде даже разрабатывают ряд шагов, чтобы облегчить финансовым структурам и предприятиям бегство из Каталонии. А что о своем будущем думают сами каталонцы? Наш спецкор Алексей Пшемызкий продолжит тему. Кадры, облетевшие весь мир. Испанская полиция жестко разгоняет людей, забаррикадировавшихся у входа в избирательные участки. Дубинки, слезоточивые газы, резиновые пули. Итог больше восьми сотен пострадавших. Однако люди голосуют. Местные власти победоносно объявляют 90%. Поддержали отделение от Испании. Явка больше половины. С ответом Мадрид не медлит. Никакого референдума о самоопределении Испании не было. Правоохранители действовали на основании закона и выполнили свою работу. На следующий день Барселона замирает в масштабной забастовке. Останавливается транспорт, перекрыты дороги, не работают магазины. 300 тысяч человек требуют наказать полицию за насилие. День спустя город вновь живет обычной жизнью. Вместо митингующих на улицах тысячи туристов. Протесты с площадей перемещаются на балконы. Сторонники независимости вывешивают флаги Каталонии. Противники – флаги Испании. Возле главного управления полиции Каталонии, где еще несколько дней тому назад были десятки тысяч людей, сейчас спокойно. Однако до сих пор здесь стоят металлические заборы, а здания охраняют бронированные полицейские автомобили. Правоохранители ожидают новые акции протеста. Габриэль – один из тех, кто уверен, каталонцам нужно снова выйти на улицы. Днем он работает гидом для туристов в одной из церквей в Барселоне. Вечером обсуждает с друзьями, будучи независимой каталонской республики. Долгое время мы были меньшинством в Испании. Я уверен, что в независимой Каталонии у людей было бы больше прав. Мы также отдаем слишком много налогов Мадриду, они нужны людям здесь. Однако поймите, это не Брэкзит. Мы хотим остаться в ЕС. Мы уже далеко зашли, и если на этот раз мы не станем независимыми, для каталонцев это будет крах. Значит ли это, что на улицах Барселоны могут взрываться коктейли Молотова? Уверяет – нет. Наше движение мирное. Каждый из нас понимает, что происходящее сейчас стало возможно только благодаря мирным протестам. Далеко не все каталонцы разделяют позицию Габриэля. Мы едем в городок Батеа, 160 километров от шумной Барселоны. В округ городка десятки километров виноградников, экспорт вина, основной доход людей, живущих здесь. Тут боятся, что если Каталония объявит независимость, вино будет попросту некуда продавать. Местные жители приходят к нам с канистрами. Поставляешь сюда, открываешь кран и набираешь сколько хочешь. Вот, например, темное вино. Патрисия занимается виноделием уже больше 10 лет. Ее вина знают во всем мире. Каталонка. Она не против того, что на бутылках написано «сделано в Испании». Такие, как она, боятся, что для независимой Каталонии европейский рынок попросту закроется. Германия, Бельгия, Дания, США. Это далеко не полный список, куда мы продаем вино. Что будет с нашим экспортом, не знаю. Они там спорят, а нам нужно что-то есть. Я против этого. Мэр Батея – один из немногих, кто запретил проводить референдум. Этот референдум незаконный. Из-за него даже в нашем городе люди уже настроились друг против друга. Что будет с нашими виноделами? Эти политики должны успокоиться. Нельзя разделять страну. Если Каталония объявит независимость, Хаким уже пригрозил Карлису Пучдемону выйти из состава региона и присоединиться к испанской провинции Арагон. Кому из сторон прислушаются политики, прогнозировать не берется никто. Официальные Мадриды Барселона начали масштабные торги. Глава автономии Пучдемон уже резко изменил риторику. Пришло время переговоров. Я готов начать диалог. Мирные отношения, диалог и способность договариваться – часть нашей культуры. Однако до сих пор мы не услышали никакой реакции властей на наши предложения. Мадрид, наоборот, перешел в наступление. Пучдемона обвинили в сепаратизме. Пучдемон вне закона. Он против институции нашего государства, против Европы, против мнения большинства каталонцев. Он не хочет диалога. Вместо этого он лишь усложняет решение этого конфликта. Испанско-каталонским торгам подтянулась и тяжелая артиллерия. К жителям страны обратился король Испании Филипп VI, монарх, которого испанцы чаще видят в учебниках истории, нежели по телевизору. Власти Каталонии осознанно пошли против конституции и статуса автономии региона. Они систематически нарушают закон. В конфликт вмешался даже футбольный клуб Барселона. Мы требуем начать диалоги, переговоры, чтобы найти политическое решение кризиса в Каталонии. Однако это должно учитывать желание каталонцев самим определять свое будущее. Первой жертвой конфликта уже стал начальник полиции Каталонии Хосеп Тропера. Суд Мадрида открыл против него уголовное дело за подготовку мятежа. Сколько еще Мадрид и Барселона будут играть на нервах друг друга, пока остается лишь догадываться. Каталонские депутаты обещают не позже понедельника проголосовать за независимость. А Мадрид лишить Каталонию автономии. А зачинщиков арестовать Европа наблюдает. Из Барселоны Алексей Пшимыский, Владимир Дедов. Подробности недели телеканал Интер. Ну а сколько еще Брюссель будет просто наблюдать? Большой вопрос. Но в итоге, чтобы не решили каталонцы, испанское правительство, будущее этого региона должно учитывать очень простой факт. Жить-то надо будет в Евросоюзе. Пока что в Еврокомиссии подчеркивают, они на стороне центрального правительства. Но что будет, если Мадрид все-таки проиграет, а каталонцы все же заявят о выходе из Испании? Что тогда? Вот об этом и спросим нашего корреспондента в столице Евросоюза Елену Абрамович. В том случае, если реализовываться будет все же негативный для Испании сценарий. Есть ли у европейских властей четкий план, как действовать? Лена, приветствую. Скажи, вот чего ждать от европейцев? У них есть план Б, так называемый, на тот случай, если Каталония все же отделится? Алексей, позиция Брюсселя по поводу Каталонии твердая. Референдум незаконен, насилие это, конечно, плохо, но правительство испанского премьера Рахоя обязано защищать испанский закон. Плана Б у европейского руководства в этом вопросе нет. По крайней мере, о нем никто не рассказывает. Брюссель не хочет никаким образом ввязываться, как тут постоянно повторяют, во внутренние дела Испании. Да и не имеет права, пока Мадрид сам не попросит. И тут имеется в виду именно испанские, а не каталонские власти. Так как в заседаниях Совета ЕС участвуют представители власти именно Испании. Другие государства Евросоюза даже не осмеливаются первыми поднять этот вопрос. Например, в эту среду почти целый день послы стран Евросоюза заседали. Это регулярная встреча. Вопрос Каталонии не был в повестке дня. И многие надеялись, что участники от Испании воспользуются своим правом инициировать дискуссию. Но этого не произошло. Еще одна причина невмешательства это то, что испанский премьер-министр представляет еще и главную политическую силу ЕС. Европейскую народную партию. Туда же входит и президент Еврокомиссии Жан-Клод Йонкер и Евросовета Дональд Туск. Линия партии тут одна. Целостность Евросоюза и стран, которые в него входят. Любопытно, что провести дебаты по Каталонии пыталась группа депутатов Европарламента. Но утвердили их идею только при условии, что тема будет звучать как верховенство права в Испании в свете событий в Каталонии. В общем, пока европейские власти всячески подчеркивают, что будут и хотят иметь дела только с Испанией. И именно с Испанией. А если Каталония хочет уйти, то ей придется попрощаться не только с центральной властью в Мадриде, но и с Брюсселем. Алексей. Ну что ж, посмотрим, будет ли достаточно вот такой сдержанной позиции европейских властей, чтобы заставить каталонцев отказаться от проглашения независимости. Напомню, они намерены это сделать уже в понедельник, 9 октября. Елена Абрамович, наш корреспондент в Брюсселе, была на связи со студией подробностей недели. Елена, спасибо большое за работу. 600 миллионов евро обещают Донбассу европейские власти на восстановление. Восстановление. Такова цена программы сотрудничества между Украиной и Евросоюзом, которую на этой неделе презентовали в Министерстве по делам временно оккупированных территорий. Действие программы рассчитано на 3 года, то есть по 200 миллионов евро ежегодно. Приоритеты – восстановление инфраструктуры, в том числе и жилья, поддержка экономического развития на Донбассе и социальных программ, прежде всего по здравоохранению и образованию. В Министерстве призывают местные власти на Донбассе подготовить свои предложения. Куда конкретно направить европейскую помощь? Наш корреспондент Руслан Смещук на этой неделе работал в зоне боевых действий. Пока местные власти только собираются с мыслями, он уже готов показать, на что не помешало бы потратить европейские деньги. Уходящая неделя на Донбассе опять началась с обстрелов. Боевики ударили по мирным кварталам под прицелом. И так израненная войной Маринка. Было два выстрела, свистело, как слышали все местные наши люди. Один упал в огород, а один прямое попадание в летняя кухня полностью уничтожено. Загорелось. Соседи прибежали, начали тушить, вызвали пожарную. К счастью, никто не погиб. Всего за несколько дней до очередного обстрела в Маринке. Праздник сдают отремонтированные после прямых попаданий пятиэтажки. Самые большие разрушения были в этой квартире. 30-й квартир. Все стены перекладывали, плиты все были разрушены. Три яруса плит поменяли. Четвертый этаж, пятый этаж и покрытие отдельное. Восстановили не только перекрытие, отремонтировали и сами квартиры. Сделали как для себя, старались, чтобы люди могли прийти, работать полностью. Заменили сантехнику все. Начинаем от моих на кухне. Отопление, ванну, туалет, электричество. Хотя работы тут не на месяцы, на годы. Еще сложнее ситуация с разрушенными частными домами. Их в Маринке около полутора тысяч. Сейчас первоочередная задача до начала затяжных дождей перекрыть крыши. Я зараз выкидываю 27 миллионов гривен на материалы. Да, то есть 27 миллионов гривен на материалы. Зараз материалы все закуплять. И шкло, и это самое, и цвяк, и дерево, и шифр, и... Впрочем, часто в условиях войны подобные реконструкции. Это сизифа в труд. Ведь боевики не прекращают обстрелов. И снаряды летят в отремонтированные дома. Деньги на восстановление идут из разных источников. Государственные и местные бюджеты. Областные и районные. Помощь международных гуманитарных и благотворительных фондов и организаций, таких как ООН, помогает и бизнес. Но всего этого недостаточно. Ведь разрушения колоссальные. Семь сотен школ и детских садов, 150 больниц, 10 тысяч многоквартирных и частных домов. При этом, по данным ООН, каждую неделю получают повреждения 40-60 домов. Лучшая ситуация в удаленных от линии фронта районах Донбасса. Там постепенно ремонтируют дороги, восстанавливают разрушенные мосты. Так на этой неделе в Селидове открыли переправу через местную речушку. Но сколько денег и времени нужно на реконструкцию Донбасса, не знает никто. Руслан Смещук, Евгений Пахальчук и Руслан Ревюк. Подробности недели. Телеканал Интер. Ситуация на Донбассе наверняка будет обсуждаться завтра и высокими переговорщиками. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер встречается в Белграде с Владиславом Сурковым, помощником президента России. По словам украинских дипломатов, Волкер уже проинформировал официальный Киев о темах переговоров. Об этом в интервью Радио Свобода сказал Алексей Макеев, глава политического департамента МИД Украины. Впрочем, никаких дополнительных деталей Макеев журналистам не представил. Ограничился только тем, что в очередной раз дал понять всем скептикам и критикам. Украинский вопрос не обсуждается Америкой и Россией за спиной у Украины. Впрочем, сам Волкер дал весьма показательное интервью одному из ведущих российских сайтов. Текст опубликован сегодня. Тот случай, когда имеет значение все. И слова, вынесенные из заголовок, и те заявления, которые жирным шрифтом россияне выделять не стали. Волкер четко говорит, главный смысл переговоров с Сурковым – это миротворцы для Донбасса. К сегодняшнему дню уже заявлены позиции всех сторон. И Украины, и европейцев, и американцев. Осталось только сделать более реалистичной позицию Москвы. А вот удастся ли это, узнаем уже после завтрашней встречи. И сегодня же Волкер в своем твиттере прокомментировал активность украинских депутатов с боем продливших действия закона об особом порядке местного самоуправления для отдельных районов Донбасса. Спецпредставитель США назвал решение Верховной Рады жесткими шагами для достижения мира. И выразил надежду на то, что теперь Россия сделает соответствующие шаги для того, чтобы закончить эту войну. Вот по одному этому маленькому твиту можно судить о той высокой цене, которую могла бы заплатить Украина, если бы депутаты все-таки провалили голосование по законопроектам о Донбассе. Впрочем, не депутатами едиными. Буйных на этой неделе хватало не только в зале заседания Верховной Рады, но и на улицах вокруг парламента. Центр Киева вообще удобно устроен для митингующих. Все рядом. Через дорогу от Верховной Рады Кабмин. Недалеко от Кабмина Нацбанк. От Нацбанка несколько десятков метров до администрации президента. И на этой, в общем-то, небольшой территории всегда хватает журналистов, которые только рады, если кто-то создаст для них красочную картинку. Естественно, когда в Раде рассматривались такие спорные законопроекты, в центре столицы сотни националистов протестовали. Некоторые из них даже обещали прорваться к депутатам. Впрочем, народных избранников от этого уберегли полицейские. Силовиков, кстати, было действительно много. Около полутора тысяч человек. Но вот кому полицейские помочь не смогли, а вернее не захотели, так это центральному офису партии 5-10. Сами националисты так и не объяснили, что им понадобилось в этом офисе. А вот лидер этой партии Геннадий Балашов считает, что это была реакция на намерение его однопартийца Александра Онищенко баллотироваться в президенты от партии 5-10. Мол, в адрес партии регулярно поступали угрозы из-за этого намерения. И вот теперь националисты от угроз перешли к погрому. Итак, за что же все-таки смогли проголосовать депутаты? Важнейшие детали новых законов в нашей короткой справке. Законопроекты о Донбассе принимали почти как во время военного положения. В дыму шашек с осадой парламента и драками в сессионном зале. После ночи торгов два президентских законопроекта проголосовали. На год продлили особый порядок самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Но он пока не действует и вступит в силу только после выведения всех незаконных вооруженных формирований. Также в первом чтении поддержали законопроект о восстановлении суверенитета над оккупированной частью Донбасса. В документе Россия признается агрессором. Спорный седьмой пункт о минских соглашениях исключили. Оккупированными считаются сухопутная часть, морская акватория и воздушное пространство Донецкой и Луганской областей. А границы оккупированной территории будут определяться Министерством обороны по представлению Генштаба. Любые действия России на Донбассе нелегитимны и не создают никаких территориальных прав. Кроме того, Украина не несет ответственности за действия Москвы и подконтрольных ей боевиков. Все вооруженные формирования, которые применяются для сдерживания российской агрессии, теперь будут подчиняться Объединенному оперативному штабу вооруженных сил. Петр Порошенко поблагодарил сегодня депутатов за принятие этих документов по Донбассу. Мол, ответственных народных избранников оказалось все-таки больше. Об этом президент сказал в своем обращении к украинцам. Как на заклик, кто не скаче, так подстрибуют выше всех. А как до голосования за очевидный украинский интерес, не наче что-то пороблено. А в декого взагалі. С-під вишиванок визирают косоворотки, а на головах стерчать кокошники. Россию Украина кваліфікує як краину-агресора. А за собою ми фіксуємо право на самооборону відповідно до статті 51 статуту Організації Объединенных Наций. Закон посилить нашу позицію в боротьбі за звільнення заручників і в питаннях щодо можливого розміщення миротворців Організації Объединенных Наций на Донбассе. Россия, як краина-агресор, не матиме жодного права на участь в цій місії. Вот об цьому всім давайте і поговоримо. Що ждет тих депутатів, які устроили безпорядок Верховної Раді? Чого ждати від принятых законів по Донбассу? На мої вопросы буде відповідати Ірина Луценко, представник президента України Верховної Ради. Здравствуйте, Ірина, спасибо, що прийшли. Добре вечі. Ви-то сами як оцінюєте цю неділю в Раді? Що буде, наприклад, заброшену дымову шашку? Я думаю, що відео дасть можливість розібратися, хто заніс, хто її підпалював, хто заявляв про те, що готовий спалити парламент. Я не хочу зараз підменяти слідчих своїми якимись там фразами, наводити на когось там тінь. Але я думаю, що належна оцінка буде зроблена, і для того є органи, які розберуться. Треба притягувати до відповідальності. Давайте оцінимо політичну составляющу цієї неділи, потому що о бойнях, о буйстві Верховної Ради ми вже достатньо зрителям розказали. Якщо говорити о прийнятых законах, що вони конкретно дають українцям, Україні? Ну, в першу чергу, нарешті світ і українське суспільство поставило крапку над розумінням питання. Росія – хто в цій ситуації? Росія – агресор. Ми що робимо? Ми самообороняємося. Відповідно до 51-ї статуту ООН в цьому законі чітко виписано, що Україна вчиняє самооборону. Що це нам дає? Якщо країна – агресор, а ми самообороняємось, то ми не вступаємо війну, ми не оголошуємо війну. Ми охороняємо свою територію. Це дає нам легальне право просити в інших країн світу і придбавати оборонну летальну зброю. Про це неодноразово заявляли політики, в першу чергу президент. І про це зараз йдуть дуже інтенсивні перемовини з США. Якщо вони це вирішують позитивно, то Канада і Великобританія готові приєднатися до таких поставок. Наступне. Якщо ми говоримо, що це самооборона і ми не оголошуємо війну. Це означає, що Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, інші інвестиційні компанії, інвестори заходять в Україну, підтримують економіку України, валюту. Це означає, що ми продовжуємо робити реформи, це означає, що країна не ізольована, вона підтримувана. Це означає, що ми закріплюємо економіку, можемо виплачувати соціальні відповідні, а ви знаєте, якими реформи вже проголосували в парламенті. Ми підтримуємо і укріплюємо армію. Це основне. Наступне. Ми створюємо там такий об'єднаний штаб. Ми добавляємо повноважень Міністерству по реінтеграції Донбаса. Ми тому штабу підпорядковуємо не тільки збройні сили. До речі, ми переходимо від антитерористичної операції. Фактично, ми пояснюємо, чому там працюють наші збройні сили, чому там працює Національна гвардія. Тобто, грубо говоря, це легітимізує їх присутствие. Фактично, пояснення і легітимізація відповідно до міжнародних визначень і дозволів. Тому що самооборона дозволяє застосовувати війська. Елена, ну хорошо, ви перечисляєте одні плюси від цього закону. Ну а почему так багато критики? Почему так багато оппонентів у вас з'явилося? Ну, к некоторым заміщанням, хоча б ви готові прислушатися? Ну, згадатися. Наприклад, ніхто не може зрозуміти, чому так ускорена була процедура. Вона була неприскорена. Якщо ви спостерігали за процесом, то закон про реінтеграцію Донбасу ми почали говорити ще в червні місяця. Коли він з'явився в парламенті? В вересні. Але весь цей період відбувалися консультації з нашими міжнародними партнерами. Чому? Поясню. Було три мінських домовленості. В вересень 5 число, вересень 19 число 14 року і лютий 15 року. Ці напрацьовані мінські домовленості, до речі, і нормандський формат, де приймала участь і Росія, це єдині формати, які дали можливість зачепити Росію, яка підписалась і погодилася з тим, що вони підтримують те напрацьоване в Мінську. Чому, власне, і ці мінські домовленості лягли в основу цього закону? На нього посилалися. Під ці мінські домовленості в нас створилася Європейська світова коаліція. Під ці мінські домовленості були введені санкції. І пам'ятаєте, ці самі жорсткі санкції, які ввели Сполучені Штати? Трамп підписав, де говориться про те, що кредити зменшуються фактично до 30 днів, будь-яка технічна підтримка з Росією припиняється, і саме головне, на Путіна дається запит і на все його оточення, в яких банках, яке майно і чим він розполагає. Ну, понятно, що принятий законопроект, конечно, облегчає роботу українським дипломатам в боротьбі за санкції проти Росії, це все понятно. Але було всього лише первое, Ірина. Така довгая процедура пов'язана була з консультациями міжнародних партнерів. Ми не залежимо від ЗАГОДу, ми залежимо від відтримки через санкції. Ми залежимо від підтримки через санкції. Да, Ірина, понятно, це правильна формулировка. Але все ж це було тільки перше чтення. Я боюсь представити, яким буде скандальним. Я не думаю, що ми будемо затягувати цей процес. Спеціально дали можливість проголосувати в першому читанні, для того, щоб депутати активніше попрацювали. Що ми очікуємо від депутатів? І вже перші пропозиції пішли. Буде внесення поняття туди, що ми будемо деокуповувати Крим, анексований Росією. До речі, механізми мають бути застосовані різними. Він не зустрічається в цьому документі, тому що там Росія визнає анексію, а тут вона не визнає окупацію. Ми говоримо, що вона агресор. Буде вписане поняття Криму і про те, що будуть створені механізми по деокупації. Ми очікуємо від депутатів, особливо мажоритарників Донецьких, які дадуть додаткові інструменти по мирному політико-дипломатичному шляху реінтеграції Донбасу. Я вам нагадаю, що в лютому 2017 року Кабінет Міністрів України вже затвердив, погоджений з європейцями, план по реінтеграції Донбасу. По відбудові інфраструктури, шкіл, дитячих садочків, повернення вузів, відновленню будинків мешканців наших громадян і багато-багато іншого. Повернення підприємств, спропріюваних і так далі. Тому такі додаткові механізми будуть напрацьовані в парламенті. Буде уточнено ті додаткові поняття, які запропонували нам наші партнери по коаліції. Ще обов'язково включити туди документи, які були прийняті Резолюції Організації Об'єднаних Націй і Парламентської Асамблеї Ради Європи, де також визначено, що Росія агресор, що ми обороняємось і так далі. Я вас зрозумів, що робота ще відстоит багато. Дякую. Представитель президента України в парламенті Ірина Луценко була гостей подробностей неділи. Дякую, що знайшли час. Дякую. Дякую. Дякую новість і об українській власті, і о Європі. Сьогодні состоялся перший за 16 років визит українського прем'єр-миністра в Молдову. Владимир Гройсман провел встречу з молдавським коллегою Павлом Филиппом. Главные вопросы, конечно, экономические, но і об обов'ящій границі, тут важно помнить, о Приднестров'ї, тоже говорили. Прем'єр-миністр України отметил, що Україна заінтересована в сохранении стабильной политической ситуации в Молдові і в тому, щоб це государство вместе з Україною продолжало движение к Євросоюзу. Ну, а политика в Києві сегодня не закончилась лишь утренніми голосованиями Верховной Ради. Есть новости и из Конституційного суда. Депутаты от оппозиційного блока обратились в Конституційний суд по поводу закона об образовании. Оспаривають норму об обязательному обучению во всех школах на украинском языке уже с 5-го класса. Напомню, возможность обучения на языках национальных меньшинств законодатели оставили только для начальной школы. Эта норма вызвала критику как в Україні, так і в країнах Європи. І, кстати, критика продолжається. О законі высказався і генсек Совета Європи Турбюрн Ягланд в статьі для брюссельського, одного з брюссельських ізданьів. Ягланд настаиває, Україна должна обеспечити національним меньшинствам можливість обучення на родному языке. Але при цьому підчеркиває, що все граждане України должны владеть государственним языком, в тому числе і представителі національних меньшинств. І аргумент тут простой. Це жизненно важливо для нормальной інтеграції в обществу. Ще одне политическое решення, яке неминуемо окажеться в Конституційному суді – це медреформа. Уж слишком багато у нее противників. Тем временем автори законопроекта – представители Минздрава – активно обещають полное выздоровлення медицины. При этом самих медиков вводят в финансовую кому. Врачам с августа не платят зарплаты. Задолженность – миллионы и миллионы гривен. Погасити ее обещаю до конца года. О голодних буднях украинских врачей Евгения Коваленко. Наша професія гибна в поваги! Вони съїжджаються в Київ со всей страны, перекрывають улицы і устрають многотысячні митинги. Один із найболі масових прошел в прошлом місяце. А некоторые силачі под зданием парламента даже тащат машину скорой помощи в зубах. На що только не пойдут українські врачи, щоб в чиновничьих кабінетах їх, наконец, услышали. Выступають проти медреформы, низких зарплат і їх задержек. Дайте те, що ми заробили. Мені дуже хотілося, щоб хоч один депутат з Верховної Ради прожив на місяцю зарплату медика. А прожить действительно сложно, ведь даже этот мизер не платят. В профсоюзах, говорят, медикам задолжали більше ста мільйонів гривен. В Мінздраві другая арифметика на 20 мільйонів менше. І уверяють, коли медреформа заработає, задержек зарплатами не буде. Чому це так сталося? Ця ганебна реформа, за якою передбачалося скорочення, чисельне скорочення ліквальних установ по всій Україні. А оскільки цей процес був суспільством зупинений і медичну спільноту зупинений, тому не очікувало Міністерство охорони здоров'я, що прийдеться, кому ще й заборгування по заробітній платі виплачувати. А це Малінський районний центр первичной медико-санітарной допомоги в Житомирській області. Этот регіон тоже один із лідерів по задолженності медикам. Врачи жалуються, систематичні задержки зарплат здесь почались ще в прошлом року. Сейчас їм виплачують только голу ставку, без надбавок. Це приблизительно 3 тисячі гривень. А для молодих врачей і того менше. Не дають ні авансів, ні відпускних. Ну, в сьогодній тривні вже кілька. Людмила работает участковим педиатром на полтори ставки. У нее двоє дітей і больной муж. Ради допомога заробітка лечить пацієнтів даже по выходным. Ставка моя 3,200. Плюс ми участкові йдуть. Надбавки. У нас затримка йде ще з весни. Два місяця назад муж Людмилы перенес інфаркт. Деньги на його лечення собирали всей больницей. Сейчас мужчине нужна операция, которая стоит більше 100 тисяч гривень. Женщина в отчаянии. Якби я знала, що я завтра отримую зарплату в повному об'ємі, я б взяла кредит. Я б не зверталась до людей, я стабільно отримувала зарплату і виплачувала тебе кредит. Пока здесь очереди пацієнтів, але вже зовсім скоро ці коридори можуть опустити. Ведь лечити українців попросту буде нікому. Із-за катастрофічно низких зарплат наші медики, особливо молоді спеціалісти, масово уїжджають працювати за границей. У нас молоді спеціалісти зараз ніоді не затримуються. Абсолютно. Тому що життя немає, зарплата мала. А враховуючи, що зараз є такий відкритий дозвол на Чехію, на Польщу, на наш диплом кодуються. Так що все, люди збираються їхати туди. В сусідніх Чехії і Польщі врачи в середньому получають около 2 тисяч доларів в місяць. Самі високі зарплати в Швейцарії, Великобританії і Франції – до 8 тисяч. У нас чуть більше 100 доларів. Наталія теж не раз думала о роботі за границей. Але тут у неї сін і родители. Щоб прокормити сім'ю, жінка працюється сразу на трьох роботах. Медсітрой в больниці в Маліні, в частній клінікій в Києві, а також удаленно веде документацію по вакцинам в амбулаторії сімейної медицини. Фактично я працюю без вихідних, а інакше не можна викрутитись. Ну, кусок м'яса я б точно не бачила. Це даже, так б жив би перебувався, якийсь кусок хліба, олія, ну, картоплина. Этим літом Наталія переехала в нову квартиру. Це моя квартира і дуже шикарний рік у мене з вікна. Видно все місто, все як на долоні. Більшу частину денег на жилье дали родители. Остальные Наталія взяла в долг. Після основної роботи я працюю за комп'ютером. Комп'ютер старенький, але для роботи мені вистачає. Говорить, приходиться економити на всім. Одежу покупають в секонд-хенде, с продуктами помогають родители. Показывають, як готовиться к зимі. Це все своє роду, це все батьківське. За кордоном діти допомагають батькам. А у нас таке життя, що нам батьки до пенсії нас мають годувати. Говорить, із-за роботи нет времени даже навести порядок в квартире. А ще нужен ремонт. На нього собирають деньги. Несколько робот – це вынужденная мера, щоби вжити. Але Наталья мечтає більше времени проводити з сім'єю. В Минздраве пообіщали, що задовженність по зарплатам погасять до конца року. Медики надіються, але практично не верять. В ожиданий государственного блага каждый іщет подробку. А ще в Малинській больниці даже фіншуй увлеклись. І кожен день поливають денежне дерево. Євгенія Коваленко, Жанна Дучак, Мар'яна Бурякова і Сергій Килимник. Подробності недели – телеканал «Интер». Обсудимо цю тему з Іриной Сысоенко, народним депутатом і замістителем глави парламентського комітету по здравоохранню. Здравствуйте, Ірина. Спасибо, що прийшли. Добрий вечір. Скажіть, а почему вообще накапливаються долги по зарплатам? Неужели на сегодняшний день у государства нет ресурсів выплачувати даже вот такие мизерные деньги людям, которими сейчас являются зарплаты? Я хочу зазначити, що це перший рік, коли уряд по відношенню до тих людей, які щодня виконують свій обов'язок і рятують тисячі українців по всій Україні, але в цьому році уряд не виконує свій обов'язок по відношенню до такої важливої категорії людей. Тому що, збільшивши мінімальну заробітну плату до 3200, уряд не передбачив необхідної кількості коштів саме на оплату праці медичних працівників і не сформував відповідним чином медичну субвенцію. За цей час і до кінця поточного року борг перед медичними працівниками по всій Україні складає вже майже 4 мільярди гривень. Уже 4? На цей неділю звучали цифры 2,7? І це вже само. Майже 4 мільярди гривень. 2,7 – це та сумма, якою оперує Міністерство фінансів, але вони суттєво зменшують ці видатки, тому що справжні цифры вони не показують. Іра, ну вот ви говорите, виноват уряд, це слишком спільно. Давайте конкретні. Каке именно Міністерство здравоохранення, фінансів, хто причастен до накоплення такого колосального долгу? І безпосередньо за видатки, за формування видатків відповідає прем'єр-міністр України. Я особисто, я не знаю вже скільки разів, але дуже багато раз з трибуни парламенту наголошувала з початку року на тому, що виникла така, виникна проблема. Кінець року, я знаю, що на цьому тижні уряд перерозподілив саме на покриття боргів по заробітній платі лише 550 мільйонів гривень. На цьому парламентському тижні бюджетний комітет також затвердив ті кошти, і вони підуть у регіони. Але з урахуванням такої потреби, як 4 мільярди, ці 550 мільйонів – це просто капля в морі. Наприклад, скажу, по місту Житомиру заборгованість по міським лікарням складає 64 мільйони. Тож до кінця жовтня місто Житомир одержить на фонду праці медиків лише 17 мільйонів. Скажи, будь ласка, де взяти іншу суму на покриття заробітніх плат? Ви знаєте, безпосередньо Міністерство охорони здоров'я, я знаю про те, що вони також звертались і до профільного комітету, і ми разом на цьому тижні були в бюджетному комітеті. Вони наголошують на тому, що є такий борг. Але я вважаю, що це потрібно було робити на момент прийняття державного бюджету на 17 рік, ще на початку року, наприкінці 16 року, думати про те, що необхідно внести необхідні суму. Можна наголошувати, знаєте, як Європа там іногда дипломатично виражати обеспокоєнність, а можна реально боротися за судьбу своїх, в общем-то, подчиненних. Але все-таки можна спрогнозувати чи ні? Ну, як я вже зазначила, що до кінця жовтня буде відправлено на всі регіони 550 мільйонів гривень. І ще є інформація, що є півтора мільйона гривень це з резервами медичної субвенції, яка ще є в держбюджеті. І я продовжую вимагати разом з іншими народними депутатами, щоб уряд не зволікав і так само, як можна, скоріше розподілили і хоча б ці півтора мільярда гривень для того, щоб не доводити до тих ситуацій, які існують по всій Україні. Вже медики, я знаю, в Житомирі виходили на мітинги, перекривали дороги в місті. І я вважаю, що це просто ганебно, що по відношенню до такої важливої категорії людей відбувається таке відношення по відношенню по зарплату. Ніра, ну, якщо боротися, то святое діло ділаєте і, звісно, добивайтесь, будь ласка, тому що люди дійсно ждуть. Дякую вам за запитання. Для мене, безпосередньо, це надзвичайно важливе питання, тому що я вважаю, що медики не можуть постійно з протягнутою рукою чекати, коли там добрий дядя в Мінфіні або прем'єр-міністр надасть їм кошти на зарплату. Вони мають безпосередньо заробляти за кількість і якість наданих медичних послуг, і якраз медична реформа, яка має бути проголосована вже на наступному парламентському тижні, тобто 17 жовтня. Сьогодні погоджено, так, що як тільки почне роботу парламент, що на 17 жовтня все ж таки буде в порядку денному законопроект 6327, який має змінити суттєво взагалі систему фінансування як для пацієнтів, так і оплату праці для медичних працівників. Іра, поставлен на голосування і проголосований. В нашому парламенті між цими поняттями дуже-очень больша пропасть. Голоса є? Як ви думаєте? Или будемо наблючити те, що сьогодні наблючити по закону по Донбасу? А ви знаєте, я вважаю, що оскільки це була урядова ініціатива, оскільки також президент багато разів наголошував на необхідності медичної реформи, то у коаліції і безпосередньо перших осіб нашої держави, якщо є політична воля, то знайдуться і голоси в залі Верховної Ради. Спасибо. Ірина Сысоенко, народний депутат України і замглави парламентського комитету по здравоохранению. Була гостей подробностей недели. Ви смотрите подробностей недели, ми продовжаємо. 58 погибших і полтысячі раненых. Страшні новини з Соединенних Штатів на цій неделе напоминали сюжет американського боєвика. Але, к сожалению, все произошло в реальності. Це було саме масове убийство в історії Соединенних Штатів. Стивен Паддак з 32-го этажа отеля в Лас-Вегасі около часа отстреливав людей, находившихся на концерте. После чого покончил с собой. Сейчас американські журналисты копаються в биографії Паддака. Правоохранители обещають усилить контроль. Политики дискутирують о доступности оружия. Але пока чітко ясно одно. Любая система безопасності бессильно против психопата-одиночки. Наш Дмитрий Анопченко нашел бывшего профайлера ФБР, который специализируется на серийных убийцах. Тот говорит, дело стрелка из Лас-Вегаса слишком нетипично. Почему? Смотрите далее. Расстрел в Лас-Вегасе. Топ-новость не только для Америки, но и во всем мире. Бессмысленное, шокирующее преступление. Самое массовое в истории Штатов. Полиция проводила брифинг за брифингом, но о версиях ни от кого ни слова. Разве что причастность исламистов опровергли. Ясность внес Трамп, который прилетел в Вегас проведать пострадавших, сказал, мол, это дело рук глубоко больного и сумасшедшего человека, обнародовав, видимо, главную версию следствия. Полиция сейчас буквально по минутам восстанавливает последние дни из жизни стрелка, которые предшествовали преступлению. Сделать это можно, но таким образом не понять самого главного, мотивов его действий. Мы для этого попросили об экспертизе одного из лучших американских психологов, человека, который долгое время сотрудничал с ФБР. Я Аллен Джей Салериан, доктор, который проработал в Вашингтоне 40 лет. Пять из них я был директором психологической группы по чрезвычайным ситуациям в ФБР. Когда в американских боевиках показывают, как герои вычисляют преступника, по незначительным деталям, не стоит думать, что это лишь фантазия сценаристов. В реальной жизни ФБР часто работает со специалистами, которые могут, не видя человека, составить психологический портрет серийного убийцы, указать возраст, образование, привычки, происхождение. Все до единого кадра, которые снимали в этот страшный день в Лас-Вегасе, мы смотрим сейчас вместе. Я отсюда, из студии из Вашингтона, наш гость из Греции, где он сейчас находится. Доктор Салериан, добрый день. Спасибо, что согласились нам помочь. У вас огромный опыт. Что вы думаете о человеке, устроившем стрельбу? Знаете, это дело как головоломка, которая не укладывается в обычные рамки. Этот парень не соответствует стандартному профилю. Во-первых, покончил жизнь самоубийством. Но люди, которые сводят счеты с жизнью, пишут прощальные записки. Он не оставил ничего. И нет никаких признаков, что, готовясь к смерти, он был в депрессии. И это тоже показательно. Во-вторых, он вообще не вписывается в психологический портрет убийцы по огромному количеству причин. Возьмите возраст. Он слишком стар для такого преступления. К тому же он миллионер. Стрелок из Лас-Вегаса был слишком успешен. У Стивена Пэдога была и семья, и стабильная карьера. Нет ни криминального бэкграунда, ни психических отклонений. Все настолько необычно и странно, что именитый эксперт даже решается на смелое предположение. Я не исключаю, что тут кто-то еще был вовлечен. А он, допустим, просто жертва. Кто-то другой мог сделать все эти ужасные вещи, а труп оставить в комнате. Возможно, его нынешние коллеги из ФБР тоже отрабатывают эту версию, но на публику ничего не выносят. Все другим заняты. Обсуждают усиление мер безопасности. Силовики обязаны реагировать. Но их реакция стандартна. Раздуть бюджеты, увеличить количество копов на каждом шагу и камер на каждом углу. Психолог с этим не согласен. Я правильно вас понимаю, что мы сейчас столкнулись с ситуацией, в которой толком ничего и не сделаешь. И все разговоры о новых мерах безопасности вообще не помогут. Это будет огромной ошибкой предпринимать превентивные меры после истории, которая ни в какие каноны не вписывается. Часто из политических соображений вводят ограничения, в которых смысла вообще нет. Тут стоит просто искать ответы. Проблема еще и в том, что любая страна, даже такая сильная, как Штаты, беззащитна перед одиночками. И об этом откровенно говорят силовики с опытом. В том числе и Марк Рассини, один из тех, кто возглавлял расследование теракта 11 сентября. Бывший спецагент говорит, что вся система заточена на поиск преступных или террористических организаций. За время минувшей с 11 сентября силовики научились находить сторонников радикалов, фиксировать финансовые потоки, мониторить почту и звонки, отслеживать оружие, предотвращать нападения. Но одиночки легко проскакивают через это сито, оставаясь незамеченными до момента, когда нажимают на курок. Это невозможно предотвратить. Как вы это остановите? Как, к примеру, было не допустить на бостонский марафон людей с дьявольскими намерениями? Вы знаете как? Да нет такого способа. Хоть биографию тысяч людей, которые на марафон записались, проверьте. А где гарантия, что за промежуток между тем, когда вы их всех пробили, и когда физически все начинается, они вдруг не сойдут с ума? Россия не говорит, после каждого громкого преступления мы с вами лишаемся части свободы. Соглашаясь на новые камеры наблюдения или жесткие досмотры в аэропортах, наш эксперт-профайлер вторит бывшему коллеге. Мол, он в первую очередь искал бы мотив. Ведь ни в одном из самых громких американских преступлений последних лет, в стрельбе в ночном клубе в Орландо или расстреле детей в Нью-Тауне, следователи не дали ответа на главный вопрос. Почему преступники шли на массовые убийства? Доктор, простой вопрос. Если бы вы участвовали сейчас в расследовании и принимали решения, а как бы вы действовали? Каков ваш план? Когда следователи говорят, мол, нет никакой мотивации, так это они просто свою работу не сделали. Мотив любого массового убийцы всегда можно понять, религия это или политика. Но что-то же их заставило так поступить. Но похоже, в деле стрелка из Лас-Вегаса ответ на вопрос не как, а почему, тоже останется тайной. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. И на этом все. Вы смотрели подробности недели с Алексеем Лихманом. Я хочу поблагодарить всех моих коллег, участвовавших в создании этой программы, за работу, а вас, дорогие зрители, за внимание. Обязательно увидимся в этой студии в следующую пятницу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова